я приветствую всех и каждого с вами бадим продолжаем побегушки в незер на том же месте на котором остановились прошлой серии и цель наша тоже которая поставил конце просто серия тут это место под названием ричфилд вроде как поле какое-то но может там какое-то поселение вполне вероятно это будет интересно для осмотра мы тут захватили точку теперь наша банда контролирует избегаем этого парня с взглядом компьютерщика геймера программиста поясняюсь красными глазами для тех кто не понял просто продвигаемся там туда напорная башня или как ее по-другому назвать иду по открытой местности возможно это моя ошибка интересно что там интересно что здесь но в первую очередь побегу сюда посмотреть то что мне кажется что-то интересное есть там здание высокое нравится мне эта локация изучаю ее с удовольствием в любом случае она дает простор до ощущения того что карта большая потому что играя на том участке карты предоставленном самом раннем доступе до появления пустоши все равно чувствовал себя немножко ограниченным то есть да карта была не маленькая но назвать его большой тоже язык не поднимается я не знаю как повезет нам в этой серии на встречу с какими нашими врагами или наоборот друзьями так что там воронка какая-то такая же как мы видели в главной сейф зоне не знаю но в любом случае с этой ручки у нас будет хороший обзор единственно что здесь стоит довольно такой прочный большой густой туман что мешает осматриваться вот зато я уже увидел вертолет который мы сейчас в первую очередь с вами обыщем это уже неплохо здесь какой-то пост был до охраны не охрана не знаю чего так жека нашел недалеко у вертолета но по крайней мере они здесь есть а то уж совсем что-то мне кажется эти пустоши маловероятными для встречи с какими-то зверями он еще один красноглазый у них тут какая-то посты охраны один здесь стоит охраняет другой там вертуха и мать их ладно пошли для начала к вертолету потом возможно дойдем до той точки посмотрим что он там скрывает что скрывает есть наглазка под таким кодовым именем будет проходить наша операция так меня часто упрекает что я не убиваю животных ну смысле незеров этих я честно убиваю только тех кто мне грозит опасностью какой-то чё я буду просто так на них охотиться да это опыт но я по всех так подобных играх отыгрываю роль выжившего о сколько много массы какую из них ходить я сейчас синие это красным она устрашающая но блин круто выглядит мать его болен ладно не не хочу путь это буду бегать она как-то дать так доброжелательно настраивает так да вот они эти животные про которых я говорю тот который стреляет иглами да только стоило мне упомянуть о том что их здесь мало как игра мне как бы намекает вот пока you talking about сейчас я тебе дам жидкого стула ну ладно я их игр специально не буду потому что учитывая что он еще по моему это один из тех типов которые призывают других близлежащих что за высокое здание такое интересно но это город я не помню там небом не знаем но скорее всего это часть та часть города который недоступна потому что на ней видны высотки так лично там офису что он далечим совсем рядом уже его сторону идем вот это высокое здание явно можно зайти из него будет хороший видок извиняюсь уже маленько что голос подохли последнем стал замечать что голос у меня начинает подсаживаться днем наговоришься потом вечером приходишь вообще без умолку с вами друзьями разговариваешь скоро буду с хриплым голосом как в фильме шедевре про руку и бриллианты так но я не знаю зачем сюда иду вообще в таких домах обычно только наверху что-то интересное палатки поэтому обыскивать эти этажи смысла я не вижу хотя по закону подлости знаете он может что-то и держать же да так здесь это баррикады поставил не знаю сам не сам но они есть и есть на скорее всего медикаменты в принципе в которых у нас нет особо особо необходимости но и медикаментов нет поэтому расстраиваться не стоит так давайте посмотрим в ту сторону который меня интересует а именно где красноглаза и делить так как понимали что это вот это вот место да да там что-то так блестит очень хорошо это военные тачки к ним мы сейчас и направимся не мы сейчас и направимся так а бегу на всякий случай может так что завалялось нет не завалялось тогда просто пошли вниз а кстати у меня же крылья есть но у меня с этими крыльями такая беда не не буду использовать нафиг надо ведь понимаете я все парень не рисковывая сума хотя по хорошему надо было поставить на хера я их покупал так где-то здесь мы красноглаза друг это с этой стороны да он давайте посмотрим чем-то может она скрывать на чуть он явно скрывает так здесь уже приличное количество незеров видимо они все проснулись и если я всех сагаю может быть проблемы могут быть проблемы ладно пошли попробуем обыскать в любом случае избегать проблем этой игре стоит но если их избегать той степени чтобы вообще не рисковать туда значит выключить игру в принципе я думаю даже если мы сагаемся по жесткому когда было просто серия мы отстреляемся отстреляемся и отобьемся так и сначала зарезу сюда посмотрю что там вокруг наверху а потом есть мне желание попробовать подкрасться к нему и залупить его моим мечом кладинцом вообще ничего попробовать по нему пострелять я же сагаю народ со всех сторон стопудово и не только животных что принципе логично но еще могут и люди услышать и дай бог если они с икуны убегут они же обязательно наоборот подбегут чего пробуем попробуем 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 хотел сказать надо сохраниться кстати давайте давайте пока у нас не видит там где мы характер развиваем нашего персонажа здесь есть такой пункт что урон повышается если сзади на 200 а если сбоку на 150 то есть допустим так называемый бэк стэп до чё делаю дурака чё делаю дурак по-моему я дурак все спокойно спокойно не сагнал никого так мою сторону что-то движется на какое-то тело надеюсь никто меня не видел и завод по товарищу нет у них там кавказских обычая кровь за кровь все отлично но он убивается легко просто что нужно угадать откуда он вылезет так теперь давайте попробуем в этот горячий слот который я использовал поставить что-то нужное например вот эти гранаты гранатами кстати здесь вообще еще ни разу не пользовался не знаю надо ли но опять же в крайнем случае когда их большое количество будет бежать можно попробовать использовать гранаты так это вот заводские да по моему там уже помню какой-то аутпост нет а нет это все еще пустоши но там интересные места похоже на аутпост да вот это вот место но пост он там не пахнет там интересный нагерек так автомат с едой не лишнее в моем случае потому что еду я нахожу не часто а это не автомат с едой так по моему я сейчас использую ключи прав да и что я нахожу нахожу я большое количество всего у меня было пять ключей три использовал все таки я открывал вещи которые бы я не открыл без ключа забавно так катана давайте посмотрим ее урон по сравнению с моим у меня восточный меч урон 330 катана по моему больше 450 это очевидно что мы ставим ее в слот так патроны для нашего магнума очень много причем так пистол 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 магнум очень много патронов для магнума я не скажу что это лишнее вообще никаким образом по той причине что это у меня все таки старостепенное оружие так это я могу продать довольно неплохо неплохо так хорошо так что я могу из этого взять части пистолета не вижу смысла брать вообще так пистол магнум тоже не надо магнум у меня есть а пистолет у меня тоже есть но неплохо неплохо я сюда заглянул не знаю что два ключа у меня осталось ну вот он нашел катану урон там где я только что сражался с червяком джимом так назовем его появился как мы его называем кунфу панда так вот там их много парня там их много но именно туда и лежит моя дорога более далеко они пока еще поэтому пойдем той же дорогой которые пришли да вроде на пятачке в 100 метров шастаем а занять себя здесь есть чем я очень рад что я оттуда ушел я конечно понимаю что может кому то интересно проверить со скольки пуль он убивается умру ли от одного его удара взмаха крыла но я не хочу это проверять придется с ним сражаться ну пусть так а не придется зачем лезть на рожон так мне пишут что какая-то точка захвачена мы переживем причем захвачена бандитами а вот там у нас военные грузовики что куда намного важнее интересно можно туда залезть как думаете я бы не рискнул по той причине что у меня с лестницами как вы знаете отношения такие двоякие они меня не любят так вроде никого не вижу но я сначала обижусь уже потом полезу вроде пусто но уроды подкрадываются незаметно это такая известная вещь да уроды подкрадываются незаметно а порадовать бадюшеньку каким-нибудь лутом здесь никто не хочет ладно так лак так давай без лагов ну что такое что так тяжело по прямой поверхности залезть наверх дружище ну это не смешно не залазит хоть убей ну значит там стопудово что-то интересное ну как если так а я прохожу сквозь них да it's a miracle, it's a magic так ключ используется скорее всего сейчас пора посмотрим фонка fire и travel back возьмем travel back вот в принципе все да да я долго к этому месту шел чтобы немножко в нем разочароваться ну что ж есть смысл наверное пойти сюда потихоньку сейчас только снимем все другие маркеры а че у них так много маркеров я не могу понять где я их ставил этот не снимается он то есть всегда маячит ладно у меня что-то довольно неплохой инвентарь и от этого что-то грустнее будет умирать то вдвойне еще по хорошему дойти до безопасной зоны и попробовать все это скинуть еще что-то прикупить на те деньги которые мы нашли я напомню мы нашли довольно немало денежков так там еще одна башня да так что это у нас там будет а это у нас будет выход на реверсайд аутпост вот эта точка да которую мы видим вообще наверное есть смысл возвращаться реверсайд аутпост но давайте сначала посмотрим что это за точка так а там у нас уже все да но это видно будет доступно позже я не знаю что он переплывать на ночь брасом кролем или лодки будут какие-то да пустоши в прямом смысле этого слова пустые звери есть да как мы видели сейчас но их обойти легко то есть в условиях городских пейзажей интерьеров их обойти тяжелее потому что ты можешь обходя одного наткнуться на другого здесь же в принципе ты видишь примерно куда ты идешь можешь примерно скоординировать как-то обойти зверей но зато мы здесь неплохо подживили с инвентарем грех жаловаться так маска бандана ну не хочу с такой маской ходить мне самому будет страшно в зеркало смотреть так это не точка захвата а не точка захвата вот там да у нас левее ладно давайте посмотрим что в этом доме так вот там все у нас по ключам один ключ ну вот он как раз под это место и пригодился нам надеюсь что-нибудь полезное будет а а и кинами чипсы вот за факинг счет из гу инг он за чипсы потратить такую хорошую вещь ну ладно зато пополню шкалу своего так сказать проголодания ну ладно грех жаловаться отрицательный опыт тоже опыт так так ну вот в принципе все что мы здесь нашли там вроде ничего здесь где-то видел лестницу а вот она как говорится слона то я и не заметил да так вот эту точку надо отглядеть сначала сверху я не вижу там ничего интересного кстати напишите мне в комментариях чтобы я знал и другие ребята тоже были в курсе когда выходишь с сервера я так понимаю что если ты заходишь на тот же самый сервер со временем с перерывом то ты попадаешь респауниваешься в том же месте если на другой то респауниваешься просто хаотично мои догадки правы я верен если же независимо от севера спаун рандомный то это вообще стрем полный ой я провалился по текстуру это не прикольно это не есть гуды так куда я пришел то там что то блин интересно я не могу понять куда добраться запрыгнуть у меня не получится это стопудово но я вместе иначе нужно искать какую-то лестницу в обход блин это меня пугает мне речь в текстуре это было бы вообще глупо а по-моему так и будет нет? не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не парни давайте без этого ну есть еще конечно видимо локация не до конца это отделана потому что что это такое там ящик да? попробую с разбега но уверен что не получится да надо бы какое-нибудь препятствие чтоб с него залезть а здесь я лесенки вижу он там но переход к ним далеко оттуда сейчас надо будет искать сейчас мы залезем наверх этого здания и оттуда уже попробую туда добраться я конечно сомневаюсь что там ящики что-то интересное плюс возможно что для открытия этого ящика нам понадобятся скелетонки так а вот там тоже что-то есть мне как ярому барахольщику упускать такие вещи очень-очень неприкольно да так здесь ничего да совершенно да ну переход я вижу я уже вижу куда попадем все это обыщем для начала нужно и тут все обыскать так так всем лежать работает ОМОН ай как обидно ящички есть а ключика нету есть так у меня что был скелетонки еще один а это просто ящики открываются не скелетонки ну ладно тоже неплохо о денежка денежка возьмись что ж ты денежка не берешься так ну маски я не беру я и без них переживу у меня есть одна ладно полезны предвкушаю комментарии по поводу того что эти две серии будут не особо для кого-то веселые ну потому что мало пвп не очень много бит с монстрами но я вам скажу по мне вот эти серии сам для меня и для игры самое интересное потому что вот так просто бродить по неизведанной ранней территории а учитывая что все это под соусом моего любимого апокалипсиса милое дело плюс еще деньги находишь ну просто конечно с инвентарем что нужно выбросить взять снова выбросить все это ради 5 долларов я вижу ну не раз уже конечно говорю повторяюсь для себя притягательность таких проектов именно в таком геймплей так что тут такая тишина воцелилась щемящий гущащая че я несу я у меня уже довольно поздно я маленько уставший плюс это уже какая получается третья серия которую я пишу только по незеру до этого до этого было еще кое-что поэтому я уже уставший поэтому сделайте скидочку на мой лексику так туалетная бумага ну уж я лучше возьму туалетную бумагу чем допустим стальную трубу я ее даже использую сразу потому что у меня здоровье то не по максимуму а вот теперь по максимуму да с лутом здесь стало все намного лучше в плане того что чаще находится он стал интереснее быть расположен таких вот места не просто валяющийся на полу так а вот и ради еды то я уж точно трубой пожертвую это уж даже можете не сомневаться так все вон трубу оставляем прощай труба ты была со мной вот очень долго но пришло нам время расстаться так меня волнует то что я там видел машину меня она заинтересовала учитывая что она совсем рядом было бы глупо и не обыскать так только не упасть сейчас глупости что-то я так понимаю на пустошах люди мало бродят или бродят просто что мы с ними не пересекаемся и слава богу так еще из нее че не пыл нет что то есть деньги да под деньги так чуть ли глаза мало что фургончик мне отвлекаясь от своего заданного маршрута ладно деревянный брус я бежал потому что у меня его нету глобалки забавно да то есть если у тебя travel back внутри то ты брус взять не можешь если же у тебя брус внутри рюкзака то ты можешь взять триллбэк но где логика блять и напугался ё-моё у меня моя фантазия уже на секунду нарисовала как какая-то пиявка меня из воды хватает помните метро last light локацию когда мы с дядькой там с одним фигарили на лодке от таких креветочек это было что-то с чем-то и под соусом чего-то так ну и пока здесь брожу я параллельно буду захватывать эту локацию как говорится за двумя зайцами так вот здесь очень опасно потому что во первых темнеет это раз во вторых просто со всех мест может прилететь когда наступает темнота так мы добрались до тех ящиков которых я давно хотел они закрыты до или ванну да все таки не заперты ладно переживем так я пытаюсь понять где я ладно раз мы сюда пришли ничего не нашли а он там есть но я потом смогу поднять пройти туда да вот давайте ай ключи нужны есть смысл закупаться этими ключами про запас причем довольно сильно про запас а я здесь был да я отсюда такой круга наверно вернул и получается что чтобы мне вернуться сюда мне придется опять эту дорогу проделывать ладно давайте на этом эту серию закончим я не знаю как она будет по продолжительности а время почему-то засекал не засекал заигрался не знаю когда следующий раз сяду поиграть из в планах другие проекты но периодически явно буду не поигрывать мы посмотрели с вами пустоши локация довольно интересная мы конечно посмотрели один процент от нее но она весьма атмосферная пустая да мало зверей мало людей меня кто-то зовет присоединиться к нему в группу возможно у меня где-то видит но это было вообще плохо но изучить эту локацию я бы хотел бы ну как изучить побродить по ключевым точкам которые на карте отмечены оставьте комментарии подписывайтесь ставьте лайки ставьте комментарии по поводу того понравилась ли вам локация нравится ли вам что они добавили такое пустую пустое место с точки зрения гейм-дизайна да эти пустоши или нужно было делать карты полностью в стиле городского урбанистического интерьеров вернее аут-терьеров ландшафта городского в общем пишите все ваши мысли по поводу того что он нравится не нравится а с вами было не быть и play все пока пока а Субтитры сделал DimaTorzok